Сегодня в программе «Парламентский дневник» мы подводим итоги пятого созыва Верховного Совета Хакасии. В неформальной обстановке общаемся с председателем Республиканского парламента Владимиром Штыгашевым. Владимир Николаевич, вот закончилась работа очередного созыва Верховного Совета Хакасии. Оцените ее в общем, насколько она была достойной, как Вы считаете? Да, она заканчивается у нас 8 сентября, когда пройдут выборы нового состава. А рабочая плановая сессия у нас завершается, 43-я сессия. За это время принято у нас около 600 законов, в том числе более 70 законов новых. Ряд постановлений в основном социального такого направления закона, основная часть. Бюджетное законодательство, налоговое, земельное, но самое главное социальное. Вопросы это по защите прежде всего, но тех слоев населения, которые требуют вообще защиты. Это многодетные семьи, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий. Достаточно сказать, что только из бюджетов ежегодно на эти цели у нас направлялось свыше 400-500 миллионов рублей. Для нашего бюджета очень большие деньги. И это действительно очень важный момент. Ну и второе, я должен сказать, что нам удалось вместе с правительством, действительно согласованные действия были, за эти четыре с небольшим года поднять зарплату в системе образования и здравоохранения почти в три раза. Самое главное, мы сегодня создали хорошие предпосылки для экономического роста в Хакасии, для развития строительства, промышленности, сельского хозяйства. Если мы развиваем экономику, соответственно, мы можем больше средств направить на решение всех социальных вопросов. И это, мне кажется, что это нам удалось кое-что сделать. Но я еще раз говорю, далеко не все, что можно было бы, наверное, сделать. Среди тех 600 законопроектов, какой вам запомнился больше всего? Я всегда шуткой говорю, наверное, самый запоминающийся закон о бюджете. Каждый год он рассматривается. И я говорю вполне серьезно. Почему? Потому что здесь как в фокусе все интересы всех слоев населения, абсолютно всех социальных групп. Ну, а если вот такая курьезная сессия была одна, это в прошлом году случилась беда у нас, городовой случился в Шаринском районе. Это были каникулы, естественно. И нам удалось действительно за двое суток собрать депутатов. Кто? В отпусках же, в отъездах никого. Побито было свыше 400 только крыши домов, школы, там, фельдшерские пункты, клубы. Все это было разбито. Достаточно сказать, что пришлось застеклить примерно тысячу окон. Это казалось, что это вроде... А это десятки миллионов рублей, и их необходимо было. И мы собрали чрезвычайную такую сессию, ну, неочередную, выделили необходимые средства для правительства, для того, чтобы действительно, ну, в течение двух-трех недель ликвидироваться эти последствия. Такие у нас последствия в прошлом ликвидировались годами, а то им даже больше, чем там, может, 3-5 лет потребовалось. А тут нам удалось в течение месяца, августа и начала сентября, завершить все работы. В зале всегда присутствует, именно так и собирается Верховный Совет, очень разные люди, очень интересные, каждый в своей сфере компетентен. Как вам, легко ли с ними работать? Вот мнения-то у всех разные, привести их к единому решению. Профессионализм Верховного Совета, компетенция депутатов Верховного Совета из года в год растет. И мне когда задают вопрос, вот почему вы ратуетесь за то, чтобы не все депутаты менялись на каждые выборы, я говорю, а это с нуля все будем и начинать. Поэтому какое-то профессиональное ядро должно оставаться. Ну, этой осенью свободных кресел станет побольше в зале. Сокращается число. На одну треть. На одну треть. Ну, огромное сокращение на самом деле. Как вы думаете, каким образом это отразится на работе Верховного Совета? Хакасия у нас та территория, которая позволяет видеть работу каждого и встречаться почаще, наверное, слушать избирателей, слышать их, какие проблемы все-таки. И как их надо решать в законодательном органе. И я думаю, что это будет компенсировано. Все равно более интенсивная работа каждого депутата будет. Мне кажется, у нас оптимальный вариант тот, который склажился за многие годы. И меня радует, что с чего мы начали, по сути дела, и за 20 лет к этому и пришла вся страна. И меня действительно радует это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова